Рыбакит папа рисует Привет ребят, вы на канале Рыбакит Сегодня я рисую акварельными маркерами Которые предоставлены магазином Арт Пинок 15% скидка по промокоду Рыбакит в описании Приходите, посмотрите А сейчас я рисую карандашом, маркерами Маленькие цветочки Я уверен, что именно простые занятия Простые рисунки понравятся детям Начинающим, кто хочет что-то нарисовать очень просто Я сейчас набросаю несколько рисунков Вот таких вот я рисуночек хочу нарисовать Я называл это цветочки, они разные Будут 6 цветочков, вот один такой, другой такой Здесь вот такие точечки Я рисую 4-5 точечек И здесь будут у меня листочки Я делаю наброски очень-очень нежно, очень просто Здесь будет веточка вот такая вот Это будет елочка Я постараюсь все нарисовать действительно просто И чтобы у вас тоже получилось Здесь и выбрать какие-то простые рисуночки Вот здесь у меня несколько цветочков Такой цветочек, такой цветочек, такой цветочек, такой цветочек И вы заодно можете посмотреть, как вообще выглядят и как рисуют эти маркеры Которые так супер сейчас модные и популярные Несколько, раз, два, три, четыре Теперь еще какой-то один Один супер, наверное, голубой будет И наброски, если бы я рисовал сам, я бы набросков даже не делал Но так как я рисую для вас, мне хочется показать вот так, примерно рисовать И я думаю, что многие хотят все-таки наброски Потому что немножечко легче с набросками Так, мы нарисовали, нарисовали, нарисовали А здесь какой-то, наверное, желтый, желтый папирус Или как, я не знаю, как такой, такой желтый цветочек Я не знаю, как называются все эти цветы И я их наобум, можно сказать, сейчас же и придумал Так, карандаш больше не понадобится Теперь я беру только маркеры Беру оранжевый, начну с оранжевого Закончу желтым или каким-то еще И начинаю придумывать цветочки Маркеры и такие штуки на водной основе Ими легко рисовать Я рисую цветочек Вот так я его сделаю тоньше Здесь лепесточек Здесь разные листочки Листочек, листочек, листочек И я рисую сейчас, да Но я не заканчиваю, не закрашиваю все это дело Потому что я сейчас хочу немножечко размыть Так я делаю такие наброски Закрываю маркеры Не обязательно быстро закрыть Если вы быстро-быстро рисуете У меня есть специальная кисточка Которая идет в наборе В наборе 20 цветов И этой кисточкой я могу накапать сейчас Вот прям-таки Немножечко воды Везде вот капнуть по капельке воды Эта вода размоет то, что я уже нарисовал Какие-то градиенты можно делать Прям размазывать, размазывать, размазывать А можно налить сейчас воды Так я лью воды А после этого капнуть еще других маркеров Другим маркером тоже порисовать И будет что-то размытое Я хочу, чтобы что-то было более такое Желтенькое Ну, желтый такой вот вариант Желтый добавляю Он хорошо смешивается Можно сразу смешивать этими же цветами К примеру, маркер с маркером Вот так делать Раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз И он хорошо смешивается Получает такая акварельная штучка акварельный маркер. Такой примерно. Вот сейчас я нарисовал, и я хочу доделать разные мелкие детали, потому что кисточкой я это могу сделать, и также я могу этим же маркером доделать то, что здесь они есть. Пока что мокрый маркер не рисует. Он рисует только по-сухому, но по-мокрому он как бы немножечко слишком дает нежный-нежный тон, и вот я его могу использовать в других местах. Сейчас этот нежный тон здесь, 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 к примеру, такой цветочек нарисовать, а потом, когда высохнет, я могу немножко добавить посильнее здесь. Вот такой листочек. Сейчас мы нарисуем несколько таких. И я работаю быстро, так что рисуйте со мной, но рисуйте быстро. Я рисую листочки, лепесточки цветочков, так, по 4 лепесточка, 1, 2, 3, 4. И этим маркером легко рисовать, потому что не надо смешивать, все готово. Вам только нужно наляпать. После этого взять другой маркер, добавить сюда же оранжевых точечек, немножечко подвести, подвести мелко-мелко, тонко-тонко. Кисточка очень нежная и чувствительная, так что вам не надо прям сильно давить, как какие-то другие маркеры. Прямо раз, 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 и она всегда готова, чтобы немножечко краски дать. Вот так я подрисовываю. Так, так, так. Здесь я могу вот так надавить и надавливаю сильно, чтобы маркер не успел отдать всю свою краску и не прокрасил все линии. Получается так. Теперь я беру зелененький, оранжевый убираем, так, ровненько. Так, зелененький, берем, у меня два зелененьких есть, и я рисую зелененький, такой тоненький. Раз, провожу, и не спешу, чтобы он здесь не порвался, а здесь рисую так, так, так. И несколько листочков. Раз, два, три, четыре. Ну и здесь вот еще один влезет. Такой вот у меня листочек получился. Так, давайте здесь делаем все, что я хочу сделать зеленым, к примеру, потому что так рисунок затягивается, и я могу рисовать долго-долго. Вот, например, я взял зелененький и хочу сразу елочку здесь нарисовать. Она у меня уже на броске есть, и я много-много-много иголочек рисую. Рисую быстро. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И каждую иголочку я стараюсь, чтобы она была похожа и не склеилась. Немножко склеилась, но ничего. Так, рисуем. Пока я рисую, я сообщу, что приходите в Инстаграм, я его рекламирую, работаю больше в Инстаграм и зову вас тоже в Инстаграм больше. Приходите, если вы хотите мне что-то написать или показать свои работы. Инстаграм там то место, где вы можете это сделать. Подпишитесь на Рыбакит Папа рисует. Легко найти ссылка или в описании, или просто набежите Рыбакит Инстаграм. Я думаю, вы найдете. Так, здесь здорово. Здесь тоже такие большие листы. Здесь, здесь и здесь. Где влезет. И, ну, я за то, чтобы вы приходили. Я вас зову. Приходите, рисуйте. И там я буду рисовать больше делать эфиров прямых. Теперь я взял темно-зеленый. Так что приходите в Инстаграм. Темно-зеленым. Я добавляю темно-зеленым. Тоже очень мелко. Это похоже на маркерное рисование, но сейчас можно добавить воды. Я пока что ее не добавляю. Тут, тут, тут. Вот так маркером вы не сможете сделать. Вот такие мазки, когда похоже на рисование сухой тушью. Что-то такое. Вы можете размазать. Все это очень нежно и похоже на акварельный рисунок. Ну и старайтесь делать не ровные рисунки, а какие-то, не знаю, резкие движения, чтобы краска все меньше ложилась и где-то она рвалась и получилась по акварельному. Так, теперь я хочу показать голубой цвет. Я специально выбрал такой листок именно с голубым цветом. Мне нравятся все цвета, которые идут в наборе. Они такие подобранные. Есть фиолетовые и розовые. Так, и голубой, и бирюзовый. Все, что нужно для того, чтобы рисовать море. Я море еще не рисовал, но тоже попробую нарисовать и море тоже. Так что не уходите далеко с YouTube. Именно на YouTube я выкладываю эти рисунки, потому что здесь очень важно качество рисования, как вы рисуете. Вот здесь можно добавить. Так, как вы рисуете конкретно сейчас именно воду, к примеру. Именно здесь можно это посмотреть и нарисовать. Так, теперь я добавляю бирюзовый. И вот так вот рисую. Отлично. Я думаю, что мне больше нравятся эти маркеры. Я, наверное, буду рисовать больше ими в ближайшие дни, наверное, появятся. И рисунки, и уроки какие-то, которые я выбираю сейчас темы, они немножечко повзрослей стали и немножко сложнее повторять. Вот, к примеру, вот эту работу, наверное, трудно будет пятилетним детям сделать. Здесь я могу добавить акварелькой и размыть кое-где. Сделать вот так неровности. У меня есть такая кисточка водяная, и я могу добавить все-таки акварельный. Такое размытие тоже можно. Сейчас я пока его не добавляю везде. Но вот я здесь добавлю вот здесь, здесь и здесь в трех листочках. И здесь я тоже могу добавить. Так вот, и теперь я беру листочки. Они у меня очень яркие, лепесточки. Я их рисую сначала ярким. Вот здесь они у меня яркие. Рисую. А здесь они у меня будут немножко размываться. Потому что я добавил до этого воды, и она более нежно идет и не рвется уже краской. И они получились светлые. А вот этот светлый тон я могу использовать здесь. Отлично. Здесь у меня будет желто-желто-оранжевый. Желто-оранжевый. В конце я рисую желтым. Вот так вот. И добавляю, наверное, оранжевый. Так, все тоже очень быстро получается. Так, так, так. И еще коричневый. Надо не забыть нашу коричневую елочку. Рисуем. Рисуем. Что можно добиться такими акварельными красками. Акварельными марками. Отлично, отлично, отлично. Здесь, здесь. И можно какие-то мелкие мелочи довести. Как я говорил, вот здесь можно продолжить и нарисовать много-много мелких вещей, которые помогут. Как раз акварельный рисунок, мне кажется, он начинает так немножко звенеть, когда вы добавляете, уже после того, как краска высохла, вы добавляете какие-то мелочи, которые невозможно нарисовать гуашью или другими красками, когда вы рисуете именно так. Здесь, вот здесь, здесь. Какие-то очень-очень мелкие вещи. Пока что они здесь размываются, но тоже их можно так нарисовать. Отлично. Теперь берем коричневую и заканчиваем нашу работу. Коричневую тоже два, так что здесь используются. Здесь два коричневого. Как минимум есть серый цвет. Коричневым рисуем елочку. Елочка здесь проглядывается, здесь, здесь, здесь. И здесь. Такой маленький рисунок. Сегодня простой, несложный рисунок. Я старался как бы упростить, немножечко добавить разных техник, разных цветочков. Рисунок, может быть, немножко задержался, немножечко. Я стараюсь все быстро очень нарисовать, но сегодня чуть подольше. Спасибо, что не уходите. Спасибо, что рисуете со мной. Я прошу вас, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в Инстаграм. Там появляются новые рисунки каждый день практически. Может быть, выходной я немножко отдыхаю. Но зову вас всех со мной рисовать вместе. Вот здесь я довожу все больше, больше, больше рисую красным. И получается такое осеннее красное дерево. Отлично. Спасибо. Все. Отличные рисунки. И всего хорошего вам. Хороших рисунков вам тоже. Супер.